Проверили меню соблюдения санитарных норм и график приема пищи. Комиссия, в состав которой вошли представители Общероссийского народного фронта, Министерство образования, а также активные родители проверили качество питания детей в 37-й Самарской школе. Дочь Оксаны Жикиной учится в 10-м классе. Женщина рассказывает, организация питания в школе довольна, и то, что ребенок ни разу не приходил из школы голодным, главное тому подтверждение. Ребенок никогда не жаловался питания. А во-вторых, я иногда захожу и смотрю, вот яблоки дети, витамины дают. Нам очень нравится, и ребенок нравится. Два года назад в пищеблоке школы сделали капитальный ремонт. Обновили не только само помещение, но и мебель, инвентарь. Установили современное технологическое оборудование. Все старое оборудование было демонтировано, и мы получили новое технологическое оборудование. Это пекарские шкафы, пароконвектоматы, два пароконвектомата, две посудомоечные машины современные, плиты и так далее. Во время мониторинга представители Общероссийского народного фронта проверили не только состав блюд и соблюдение нормативов, но и организацию самого процесса питания школьников. Мы увидели, что перед началом еды у нас дети вымыли руки, причем самостоятельно вымыли руки. Мы видим, что стоит дежурный, но при этом дети сами заходят и без спроса, как говорится, моют руки. И второе, мы видим, что та перемена, которая отведена, чтобы качественно принять еще 20 минут, этого вполне достаточно, и что дети сдают тарелки, которые, по сути дела, пустые. Это тоже показатель того, что вкусно. В школах региона регулярно проводят проверки организации детского питания с участием общественности и профильных ведомств. По словам представителя регионального министерства образования и науки, предложения от родителей по усовершенствованию работы в этом направлении рассматриваются в индивидуальном порядке. Если вдруг какая-то жалоба поступает, мы незамедлительно отрабатываем, выезжаем на место, приглашаем обязательно родительскую общественность, потому что они должны сами увидеть и убедиться, что все хорошо, что их детей кормят в соответствии с нормами СанПИН. По поручению президента России бесплатным горячим питанием в школах обеспечены учащиеся начальных классов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также с семей участников СВО. Галина Топилина, События.